Пушкин и Даль Имя его создателя давно уже Авиана Славы, Надежда Петина. Именно с ней настало время встречи в нашей программе. В это творение Надежда Гавриловна Петина вложила весь свой талант, опыт, умения. Памятник оригинален по композиции. Он кажется камерным. И даже пьедестал не отделяет нас от героев. Какое-то необъяснимое, магически притягательное чувство испытываешь при встрече с ним. Скульптура волнует, очаровывает. Как этого добился художник? Вечная загадка творчества. Я взялась за довольно-таки сложную задачу решить две фигуры Пушкина и Даля в спокойном состоянии. Но их так закомпоновать, чтобы они были и равновеликими по своему звучанию. И в то же время, чтобы между ними был разговор. И чтобы со всех сторон эта скульптура смотрелась интересно. И вот когда было открытие этого памятника в 97-м году, к нам приехал Илья Глазунов. Сказали, что он должен быть на открытии. Но я смотрю, нет его. Думаю, не приехал, что ли? Потом вдруг он появился и начал свою речь. И очень похвалил этот памятник. А потом в приватной беседе он сказал, если бы этот памятник мне не понравился, я бы вообще не стал выступать. Застывшая жизнь человеческого духа – так определяют скульптуру. Смотришь на памятник, и художник сразу же представляется неким вершителем судеб. Вот, кажется, произнесет он волшебное слово «замри», и у нас на глазах рождается шедевр. Мастер как бы пытается остановить человека, дать ему время задуматься, отвлечься от повседневной суеты. И вот тут-то и происходит момент вживания в натуру, создания неповторимого образа, момент озарения. Страсть, радость, печаль, танец, движение, в общем, жизнь – все это выражается в пластике линий формы. Когда-то давным-давно штукатур, сапожных дел мастер, а впоследствии член Союза художников России Гавриил Алексеевич Петин думал о преображении своего родного Оренбурга. Его мечтам суждено было сбыться, но только в творчестве других людей. Он выиграл конкурс на памятник Чкалову для города Оренбурга. Вот рядом фотография, это его фигура, которая должна была быть вместо той, что стоит. Но судьба распорядилась так, что он умер раньше, чем узнал результат этого конкурса. Уже после смерти пришла телеграмма, что он победил в конкурсе. Но это было уже поздно. А это фигура Менделевича. Она где-то стояла в Москве. Кто-то его забраковал для Нижнего Новгорода. Ну вот, отыскали город Чкалов, его сюда привезли и в 1953 году поставили. Искру творчества, так ярко горевшую в душе, Гаврил Алексеевич передал своей дочери Надежде. У меня отец был очень талантливым скульптором, самоучкой. Вот он без образования создал очень талантливое произведение. Ну и, видимо, что-то он отстегнул и мне, частицу своего таланта. Но его не стало, когда мне всего 15 лет было. И я, пока он был жив, я лоботрясничала, как все дети. И не занималась скульптурой. Он, при жизни, он мечтал, чтобы я была архитектором. Чтобы вместе создавать памятники, украшать город Оренбург, область. Надежде Гавриловне самой пришлось постигать азы скульптуры. В памяти навсегда остались воспоминания о том, как это делал отец. И потому и глина, и пластилин поддавались ей легко и быстро. И даже самой было удивительно то, какими точными получались ее первые лепные портреты. Я была в восьмом классе. И первая скульптура, которую я сделала, это был портрет Некрасова. Некрасова. Был тогда фотокорреспондент Лашманов. Вот он все мои эти самые опусы фотографировал. И в Чкаловской коммуне все это печатали. И вот я, будучи школьницей, сделала три портрета. Значит, вот Некрасова, затем Горького и Сталина. С этого началось увлечение. А потом и полное погружение в профессию. Мне пришлось стать скульптором. А это же очень трудная работа, не женская работа. Но способности призвали меня, и я начала трудиться. И трудилась до ума помрачения. К окончанию школы творческий багаж был небольшим. Но он позволял претендовать на поступление в художественный институт. Для Надежды это было из области недосягаемого. Но она уже привыкла брать вершины и побеждать. Как правило, художник кончает училище художественное. И затем едет в столичный вуз. И старается попасть в высшие учебные заведения. В институт или академии художеств. Ну вот, я не училась в училище. А я рискнула сразу в институт. Меня приняли. И мне было сначала очень страшно. Потому что все маэстры, они приехали с училищным образованием. Они уже могли лихо лепить. Они уже умели композиции строить. А я это ничего не умела. И мне пришлось с утра до вечера там, засучив, как говорится, рукава, догонять этих студентов, окончивших училище. Ну и вот, на третьем курсе я их догнала и перегнала. Стала получать повышенную стипендию. И вот так пошло. После института Надежда Гавриловна возвращается в Оренбург. Хотя предлагали и Волгоград, и Новосибирск. Но в родном городе было главное для художника. Мастерская. Которую еще в 40-е годы прошлого века построил ее отец. И этот фактор стал решающим в выборе не просто места жительства, но места воплощения своих творческих идей. Неприметный домик на улице Комсомольской. Здесь побывали многие известные люди. Среди них генерал Родимцев и художник Кудашев. Актер Антонов и заслуженный деятель искусств Александров. В 1956 году я приехала. Тогда, после окончания института, прежде чем стать членом Союза художников, у нас был кандидатский стаж. Как правило, он три года проходил. И вот в 1960 году 35 работ послали на выставку Советская Россия. И из них только одну мою работу приняли. Казахский ребенок. Я его назвала казахчонок, а его там почему-то назвали казахский ребенок. В бронзе. Такая милая мордашка. Раскосенькие глазки. И через некоторое время пришла телеграмм Петину принять в члену Союза художников. Так пришло первое признание. Признание ее таланта. Это, конечно, окрылило, придало особую радостную нотку творению. Одно за другим рождаются изваяния. Процесс непростой не только физически, но и эмоционально. Искусство монументальное требует от создателей филигранной отточенности движения, зоркости глаза. Ведь, по сути, любой материал, будь то глина, гипс, с которыми работают скульпторы, имеют особенность быстро застывать, и поэтому исправление неточности здесь невозможно. Да и воплощение своих идей в жизнь требует долгого и кропотливого труда. А еще, что, пожалуй, самое главное, у воетеля очень мало средств для выражения. Всего лишь кусочек глины, кусочек пространства и ритм. Поэтому и ловит мастер тот особенный момент жизни своего героя. Сначала ты должен очароваться чем-нибудь. Тебе захотелось бы что-то сделать. Можно взять карандаш, бумажечку и там что-нибудь нарисовать. Вот эту свою мысль. Или взять пластилин и небольшой эскизик сделать. Того, чего ты хочешь. Тебе кажется, ух, здорово получилось. Ну, почти гениально. Приходишь на утро, да, не то. Опять руки засучивающие. Дальше. Вот так в муках творчества рождается своеобразная поэма о современниках и исторических деталях. Художник стремится к гармонии, поэтому ее герои – личности прекрасные, духовно совершенные. По внутреннему ритму эти произведения можно воспринимать как симфонию, светлую, радостную. Сложное многоголосие, торжественная мажорность захватывают и уносят в мир волшебства и искусства. Это и есть музыка скульптуры. Музыкальность в творчестве Надежды Петиной – явление не случайное. И здесь нам опять надо вернуться в прошлое. Шла война. Отец Поброне был дома. Он услышал, что есть музыкальная школа. И он решил обучать нас обеих. Мне было 12 лет, а ей 7 лет. Записал нас в школу. И вот я вот такая дылда, и это такая... Она волокла эту папку еще прям по земле. Мы ходили с ней в один класс. Первый музыкальный у Елены Сергеевны Харины. Причем мы ходили на квартиру к преподавателю. Она жила в переулке Островском. Она была на подселении у Татьяны Михайловны Подкопаевой. Она теорию преподавала в этой же музыкальной школе. Очень такая интеллигентная, образованная женщина, приятная была. Меня перевели сразу в 3-й класс, потом 3-й класс, 4-й, 5-й, 6-й. Я не помню, кончала я школу или не кончала, но диплом мне выдали. Любовь в классической музыке навсегда стала неотъемлемой частью ее натуры, стержнем ее духовности. Это помогает ей и в профессии. Смотреть на мир глазами художника, видеть и чувствовать то, чего не замечают другие и передавать все это в своем творчестве. 2007-й стал годом рождения статуэтки Маши Мироновой. Теперь изящная фигурка ежегодно вручается победителям Всероссийского литературного конкурса «Капитанская дочка». Как-то я была у писателей и там говорили о премии «Капитанской дочкой». Ну, поговорили и поговорили. Никаких тебе, ни заказов, ничего. А у меня уже закрутились шарики. Думаю, ну дай-ка я попробую, попробую сделать «Капитанскую дочку». Объявили конкурс, это через несколько лет. Я выставила свою модель, еще одну, второй вариант сделала. Комиссия говорит, ну уж больно большая она, и динамики бы побольше нужно. Ну, я рассердилась, думаю, не буду больше делать, не хочу я делать. И в этот же день родился вот этот вариант. Возводить памятники – это и радость творчества, и огромная ответственность. Потому как создание скульптуры есть событие прежде всего гражданское, и только потом художественное. Так приумножается достояние края. Так утверждаются главные человеческие ценности. Надежда Гавриловна, ей подвластно время, которое она отражает и в лицах тех великих людей, которые созидали и творили нашу историю, и в лицах современников. И, наверное, основная ценность, что они останутся с людьми навсегда. Время летит неумолимым. Каждый прожитый нами день безвозвратно уходит в прошлое. Любой из нас – не случайный гость на этой земле, а творец истории и, конечно, современности, полный разных событий, фактов, расставаний и встреч. Всему свое время. Время встречи. Субтитры подогнал «Симон» В самом сердце Оренбурга на высоком постаменте стоят Пушкин и Даль. Проносятся мимо машины, спешат по делам горожане. И, как бы прохожие не были погружены в свои мысли, обязательно хоть на секунду бросают на них взгляд, словно здороваются с ним. Этот памятник хорошо знаком нашим землякам, да и имя его создателя давно уже Овейна Славы. Надежда Петина. Именно с ней настало время встречи в нашей программе. В это творение Надежда Гавриловна Петина вложила весь свой талант, опыт, умения. Памятник оригинален по композиции. Он кажется камерным. И даже пьедестал не отделяет нас от героев. Какое-то необъяснимое, магически притягательное чувство испытываешь при встрече с ним. Скульптура волнует, очаровывает. Как этого добился художник? Вечная загадка творчества. Я взялась за довольно-таки сложную задачу решить две фигуры Пушкина и Даля в спокойном состоянии, но их так закомпоновать, чтобы они были и равновеликими по своему звучанию. И в то же время, чтобы между ними был разговор, и чтобы со всех сторон эта скульптура смотрелась интересно. И вот когда было открытие этого памятника в 97-м году, к нам приехал Илья Глазунов. Сказали, что он должен быть на открытии. Но я смотрю, нет его. Думаю, не приехал, что ли. Потом вдруг он появился и начал свою речь. И очень похвалил этот памятник. А потом в приватной беседе он сказал, если бы этот памятник мне не понравился, я бы вообще не стал выступать. Застывшая жизнь человеческого духа так определяют скульптуру. Смотришь на памятник, и художник сразу же представляется неким вершителем судеб. Вот, кажется, произнесет он волшебное слово «замри». И у нас на глазах рождается шедевр. Мастер как бы пытается остановить человека, дать ему время задуматься, отвлечься от повседневной суеты. И вот тут-то и происходит момент вживания в натуру, создания неповторимого образа, момент озарения. Страсть, радость, печаль, танец, движение, в общем, жизнь. Все это выражается в пластике линий формы. Когда-то давным-давно штукатур, сапожных дел мастер, а впоследствии член Союза художников России Гаврил Алексеевич Петин думал о преображении своего родного Оренбурга. Его мечтам суждено было сбыться, но только в творчестве других людей. Он выиграл конкурс на памятник Чкалу для города Оренбурга. Вот рядом фотография. Это его фигура, которая должна была быть вместо той, что стоит. Но судьба распорядилась так, что он умер раньше, чем узнал результат этого конкурса. Уже после смерти пришла телеграмма, что он победил в конкурсе. Но это было уже поздно. А это фигура Менделевича. Она где-то стояла в Москве. Кто-то его забраковал для Нижнего Новгорода. Ну вот отыскали город Чкалов и его сюда привезли и в 1953 году поставили. Искру творчества, так ярко горевшую в душе, Гаврил Алексеевич передал своей дочери Надежде. У меня отец был очень талантливым скульптором, самоучкой. Вот он без образования создал очень талантливое произведение. Ну и видимо что-то он отстегнул и мне частицу своего таланта. Но его не стало когда мне всего 15 лет было. И я пока он был жив я лоботрясничала как все дети и не занималась скульптурой. Он при жизни он мечтал чтобы я была архитектором. Чтобы вместе создавать памятники украшать город Оренбург область. Надежде Гаврилне самой пришлось постигать азы скульптуры. В памяти навсегда остались воспоминания о том как это делал отец. И потому и глина и пластилин поддавались ей легко и быстро. И даже самой было удивительно то какими точными получались ее первые лепные портреты. я была в восьмом классе и первая скульптура которую я сделала это был портрет Некрасова. Был тогда фотокорреспондент Лашманов. Лашманов. Вот он все мои эти самые опусы фотографировал и в Чкаловской коммуне все это печатали. Вот я будучи школьницей сделала три портрета Некрасова затем Горького и Сталина. С этого началось увлечение а потом и полное погружение в профессию. Мне пришлось стать скульптором а это же очень трудная работа не женская работа но способности призвали меня и я начала трудиться и трудилась до умопомрачения К окончанию школы творческий багаж был небольшим но он позволял претендовать на поступление в художественный институт для Надежды это было из области недосягаемого но она уже привыкла брать вершины и побеждать учеба как правило художник как правило кончает училище художественное и затем едет в столичный вуз и старается попасть в высшие учебные заведения в институт или академии художеств ну вот я не училась в училище а я рискнула сразу в институт меня приняли и мне было сначала очень страшно потому что все маэстры они приехали с училищным образованием они уже могли лихо лепить они уже умели композиции строить а я это ничего не умела и мне пришлось с утра до вечера там засучив как говорится рукава догонять этих студентов окончивших училище ну и вот на третьем курсе я их догнала и перегнала стала получать повышенную стипендию и вот так пошло и после института Надежда Гавриловна возвращается в Оренбург хотя предлагали и Волгоград и Новосибирск но в родном городе было главное для художника мастерская которую еще в сороковые годы прошлого века построил ее отец и этот фактор стал решающим в выборе не просто места жительства но место воплощения своих творческих идей неприметный домик на улице Комсомольской здесь побывали многие известные люди среди них генерал Родимцев и художник Кудашев актер Антонов и заслуженный деятель искусств Александров в 56 году я приехала тогда после окончания института прежде чем стать членом союза художников у нас был кандидатский стаж как правило он три года проходил и вот в 60-м году в 60-м году 35 работ послали на выставку Советская Россия и из них только одну мою работу приняли казахский ребенок я его назвала казахчонок а его там почему-то назвали казахский ребенок в бронзе такой такая милая мордашка раскосенькие глазки и через некоторое время пришла телеграмм Петину принять в член союза художников так пришло первое признание признание ее таланта это конечно окрылило придало особую радостную нотку творению одно за другим рождаются извояния процесс непростой не только физически но и эмоционально искусство монументальное требует от создателей филигранной отточенности движения зоркости глаза ведь по сути любой материал будь то глина гипс с которыми работают скульпторы имеют особенность быстро застывать и поэтому исправление неточности здесь невозможно да и воплощение своих идей в жизнь требует долгого и кропотливого труда а еще что пожалуй самое главное у воетеля очень мало средств для выражения всего лишь кусочек глины кусочек пространства и ритм поэтому и ловит мастер тот особенный момент жизни своего героя сначала ты должен очароваться чем-нибудь тебе захотелось бы что-то сделать можно взять карандаш бумажечку и там что-нибудь нарисовать вот эту свою мысль или взять пластилин и небольшой эскизик сделать того чего ты хочешь тебе кажется ух здорово получилось ну почти гениально приходишь на утро да не то опять руки засучиваешь и дальше вот так в муках творчества рождается своеобразная поэма о современниках и исторических деталях художник стремится к гармонии поэтому ее герои личности прекрасные духовно совершенные по внутреннему ритму эти произведения можно воспринимать как симфонию светлую радостную сложное многоголосие торжественная мажорность захватывают и уносят в мир волшебства и искусства это и есть музыка скульптуры музыкальность в творчестве Надежды Петиной явление не случайное и здесь нам опять надо вернуться в прошлое шла война отец по броне был дома он услышал что есть музыкальная школа и он решил обучать нас обеих мне было 12 лет а ей 7 лет записал нас в школу и вот я вот такая дылда и это такая она волокла эту папку еще прям по земле мы ходили с ней в один класс первый музыкальный у Елены Сергеевны Хариной причем мы ходили на квартиру к преподавателю она жила в переулке Островском она была на подселении у Татьяны Михайловны Подкопаевой она теорию преподавала в этой же музыкальной школе очень такая интеллигентная образованная женщина приятная была меня перевели сразу на третий в третий класс потом третий класс четвертый пятый шестой я вот я не помню кончала я школу или не кончала но диплом мне выдали любовь к классической музыке навсегда стала неотъемлемой частью ее натуры стержнем ее духовности это помогает ей и в профессии смотреть на мир глазами художника видеть и чувствовать то чего не замечают другие и передавать все это в своем творчестве 2007 стал годом рождения статуэтки Маши Мироновой теперь изящная фигурка ежегодно вручается победителем всероссийского литературного конкурса капитанская дочка как-то я была у писателей и там говорили о премии капитанской дочкой ну поговорили поговорили никаких тебе ни заказов ничего а у меня уже закрутились закрутились шарики думаю ну дай-ка я попробую попробую сделать капитанскую дочку объявили конкурс это через несколько лет я выставила свою модель еще одну второй вариант сделала комиссия говорит ну уж больно большая она и динамики бы побольше нужно ну я рассердилась думаю не буду больше делать не хочу я делать и в этот же день родился вот этот вариант возводить памятники это и радость творчества и огромная ответственность потому как создание скульптуры есть событие прежде всего гражданское и только потом художественное так приумножается достояние края так утверждаются главные человеческие ценности надежда гавриловны ей подвластно время которое она отражает и в лицах тех великих людей которые созидали и творили нашу историю и в лицах современников и наверное основная ценность что они останутся с людьми навсегда время летит неумолимо каждый прожитый нами день безвозвратно уходит в прошлое любой из нас не случайный гость на этой земле а творец истории и конечно современности полные разных событий фактов расставаний и встреч всему свое время время встречи МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА